Здорово, подпивасы! Это вроде заключительная часть на данный момент по обзорам пшенички. Был недорогой, недорогая российская пшеничка, импорт, хотя там был импорт даже до 200 рублей, потом пшенички из КБ и Бристоли, и вот это, надеюсь, пока что заключительный. Может, еще что-нибудь накидаем, но предварительно заключительный варик. Это типа пшенички, которые у многих в топе стоят людей, все считают их топчиками. И победитель предыдущей части импорта, кто не смотрел, те смотрите, но я вам заранее спойлерю, это, конечно, был Пау Лайнер. Ну как, конечно, он с Майзел Вайсом занял одно место. Но здесь мы его сравнивать будем уже с другими вариантами. Цены... Цен нет, сорян, народ. Эти пшенички у меня уже лежат, наверное, недели три и ждут своего обзора просто. Много обзоров было, но ладно, давайте поговорим про что цены, я вам примерно скажу. Да, и, кстати, у меня два Шнайдера. Шнайдер Оригинал Вайсбир брал, по-моему, в Магните Экстра вроде как, но он и в других магазинах продается, в гипермаркетах многих можете встретить, по-моему, еще есть в Вкусвиле. Но во Вкусвиле вроде тот, это ТАП-7 Оригинал Вайсбир. В районе, наверное, 250 рублей стоит Пау Лайнер, можно за 150-200 рублей взять. И второй Шнайдер Вайс, кстати, возможно, правильно читается Шнайдер Вайс, это у нас ТАП-1. Тут у нас Хелли Вайс написано, просто тоже Вайсбир. Многие, я знаю, любят от Шнайдера ТАП-5, охмеленный. Я думаю, может, найдется даже в комментариях, скажет, почему его тут нет, потому что это охмеленная пшеничка. Сравним, какой лучше. Я, кстати, хз, чем они отличаются у них, даже вам не скажу. Дальше, вот, не знаю, почему-то для меня, когда я пробовал, сравнивал для себя пшенички, или, может, даже в ТикТок снимал, для меня топчиком был вот Вайн Штефанах, классическая пшеничка. Не знаю, она прям мне показалась более нажористой, хотя вот я на свет смотрю, вроде как будто и не такая уж она и плотная. Я заранее до видоса их немножко поболтал, чтобы осадок разошелся, потому что они у меня три недели на балконе стояли, а там холодно, там, наверное, около нуля, там 0 плюс 1. Хэффи Вайтсен, Бавария Стайл, брал в, по-моему, в ОК, а не в Ленте, возможно, брал. 0,5 объем, блин, надо брать алкоголь было, говорит, 12,85 плотность, 5,4 алкоголь, вода, солод ячменный, пшеничный. Странно, почему у них в пшеничке ячменного солода больше, дальше хмель, дрожжи, понятно. Давайте по очереди, по уланеру у нас 5,5 алкоголя, плотность, плотность почему-то, а, не, 12,5. Дальше Шнайдер, который оригинал, алкоголь 5,4, 12,8 плотность. У них плюс-минус, кстати, у всех, 12,5 и 5,5 алкоголя. Дальше ТАП-1, вот он более легкий, 11,3 плотность, 4,9 алкоголя. Не знаю, заметно это будет или нет, я еще раз говорил, этот тест будет не в закрытую, там и Леха занятый. Я знаю, например, тут будет что-то потемнее, ну, короче, можете сослаться на мою лень, но это не совсем из-за этого. Ладно, далее. Айнгер Урвайс брал во вкус, или 267, что-то так он стоит, он самый, кстати, плотный алкогольный, походу. 13,3 плотность в 5,8 алкоголя. Айнгер тоже, кстати, многие считают топчиком, не знаю, для меня, почитаю, Айнгер, он примерно как Шнайдер. А вот Хоффброй я ни разу не пил, заключительный вариант у нас будет Хоффброй. Мне очень Хелес понравился в обзоре из магнита, я прям кайфовал, очень вкусный. Хотя мне Хелеса от Паулайнера нравится, но мне кажется, что Хоффброй даже чуть получше будет. По 5,1 алкоголь, плотность. А вот тут уже, нет, 11,9. Так, ну давайте, наверное, с самого легкого варианта начнем, у меня тут чуть водички есть, а вот чуть открывашки у меня нет. Куда я свою открывашку закинул? Так, я еще чуть расставлю, а то они звенят неприятно. Ладно, сегодня в качестве открывашки у нас вилка будет. Так, что я хотел? С самого легкого Шнайдера начать. Тап 1. Блин, у меня есть от него пробка, я правда, кто-то замечал в обзоре, где пробки, у меня просто она полная накопилась, чуваки. Это моя копилка для пробок. И я их высыпал, они у меня пересыпаны, я перечитал там в 240 с чем-то штуках, короче. Ну там не все одинаковые, там, но одинаковых 200 плюс точно. Поболтал я заранее. Бокалы даже чистые. Почти, но не совсем. Сейчас будет забавно смотреть, знаете, ой, ну все, тупо сотово, посмотрите, я не знаю, зафокусится там, видно или нет. Сота, все, советская Жигулевская СССР практически. Очень плотная пена, достаточно светлая на цвет. Немножко дрожжи кусочками прям плавают. Ну ладно, в пшеничке это нормально для меня. Запах банановый, приятный, такой хлебный, насыщенный. Ну да, я, кстати, не стал сюда брать какой-нибудь там растхерен, который победил в обзоре СКБ, потому что, ну человеку, он будет, типа, я не думаю, что тут паулайнер будет в топе, хотя если он, ну, лидером, точнее. Хотя если он будет в топе, будет отлично, потому что это самое, наверное, доступное даже сейчас пшеничка в КБ появляется иногда. Пахнет приятно, лучше растхерена, насыщеннее, газация очень сильная прям. Запах приятный, мне нравится. Хотя я бы хотел чуть больше банана, я вот банановая душа, но он такой хлебно-насыщенный, хороший. Она не прям жутко текстурная, ну, жутко текстурная, неправильно говорить. Она не такая, как юсберг, прям обулакивающая текстура, но хорошая, приятная. Вот банана здесь во вкусе больше, чем в запахе. Чуть легкая сладковатость приятная, легкая даже цветочность. Однозначно хорошая пшеничка, мне нравится. С радостью допью. Блин, вот я же, вы знаете, не фанат пшеничного пива. Не по причине, я по вкусу его не люблю, а по причине, у меня башка с пшенички болит. Поэтому обзоры пшенички у меня часто идут в унитаз в конце видео. Да, кстати, народ, прикол такой. Вы там уже, наверное, обзор пилснеров видели. Я заметил, у меня в последнее время с видосами на ютубе такая проблема, что вы этого не замечаете. Но я постоянно кидаю, ну, мне кидают желтую монетизацию. А я хочу, чтобы была зеленая. Не для денег, деньги сейчас за монетизацию не приходят. А, ну, лучше продвижение видео будет, если значок монетизации зеленый. И вы видос про пилснеры, кстати, смотрите подсказки, где она там, по идее, вот здесь. Ее не будет, но она на канале, этот видос будет до этого. Мне кинули желтую и после проверки оставили желтую, потому что я что-то забыл на ютубе правило. В первые 7 секунд видео не может быть мата, нельзя. Типа, видео можно, чтобы был мат, но не очень много. А у меня, это был первый видос на камеру, он у меня начался со щелчка, и я сказал, как бы, нафиг я щелкаю. Ну, не фиг, конечно. И мне из-за этого монетизацию обрубили, я, короче, перерендерил без этого кусочка. Ее зеленую потом сделали, правда, после проверки. О, найс, больше материться в первых 7 секундах точно не буду. Но я удивлен, что ее не сняли, потому что в результатах пилстеров я в конце, когда мне Леха достал хамовники, у меня через слово мат был. Но я, на самом деле, буду пытаться, я не буду мат запикивать в длинных видосах точно. Я его просто буду сам пытаться меньше использовать, потому что я иногда его прям настолько не к месту использую, мне это не нравится. Но вернемся к пиву, да, я, возможно, отвлекся, но я уже сказал, Шнайдер, топ-1. Очень хорошая пшеничка, пока получает у меня 7 баллов. Так, я, наверное, как-то буду вот так ставить. Пиво и бокал где-нибудь рядом. Да, тут даже, возможно, циферки не помешали. Блин, давайте раз топ-1 я попробовал, давайте сразу топ, какой у них там, 7, что ли, да? Да, топ-7. Я, кстати, не помню, я вот, мне как-то пацаны дарили еще в свое время бутылку Шнайдера. Он такой какой-то бумажной упаковки был, он и, возможно, это доппельбок, который у них был, не помню, как он называется. Но было, кстати, вкусно. Теп-7. Но он на цвет уже более темный, даже через бутылку, мне кажется, видно. А вот по количеству, а вот по непрозрачности что-то, ну такое. Хотя со дна, ну вроде все сошло. Неужели не растрес? Я, чуваки, эти бутылки трес очень долго. А, нет, ладно. Со Шнайдера я стрес не все. Так, сколько у меня пивасов? Шесть и бокалов шесть. Ну такое, нечестно будет, если я дрожжи не растресую все, что есть на дне. О, пошел цвет. Эх, над бокал еще... Бля, фу. Там, короче, какаха дрожжевая, такая некрасивая плавает. Ну ладно, вот теперь цвет хороший. Ой, фу. Я не знаю, вы, наверное, увидите. Вон, посмотрите, какая она... Вот я, когда так это все выглядит, не люблю. Оно настолько некрасиво вот этих. Надо было бутылку сильнее трясти, конечно. Ну ладно, это нормально. Это можно, наверное, растрясти бы было. Она даже, кстати, потихоньку сейчас это как веном растекается. Ну теперь ароматику проверять плохо. Ну цвет, блин, шикарно выглядит. Она уже такая более темная. Мне кажется, вот Урвайс Айнгер будет такого же цвета, потому что Урвайс такая полутемная пшеничка. Ой, запах. Запах ярче. Минимум раза в два, наверное. Мне, кстати, мне кажется, камера сядет, я ее не зарядил. И банан, и хлеб. Белые. Пахнет отлично. Пахнет вот этот топчик. Во вкусе даже какие-то копченые тональные есть. Но знаете... Не, она не сильно как будто и насыщенная сейчас. Как будто легкая жженка появилась. И банан, он прям очень вяленый. Это... Мне, кстати, топ-1 больше нравится, чем топ-7. Она как будто более пустая. Ароматика интереснее. А вот вкус... Он сначала раскрывается, а потом быстрее уходит. Но нет, это все равно вкусно. Это интереснее тех же вариков типа Растхерена. Но... А, ну она тут, кстати, хмель больше чувствуется как будто во вкусе. Больше горечи. Блин, вот ей как будто для внешности вкус немножко не оправдывает ожидания. Она вкусная, но вот она как-то выглядит так плотно, хорошо нажориста. А вот вкус как-то чуть не такой яркий, как в топ-1. На удивление. Хотя мне казалось, это должна быть уж точно плотнее на жористи. Ну я, кстати, да, наливаю, она все плотнее и плотнее. Она прям очень жирно выглядит. Ну да, я, кстати, доливаю, запах улучшается. Ладно. Наверное, тут мой косяк. Надо было еще сильнее трясти это все. Просто я честно вот... О, нет, ладно. Она раскрылась. Она ярче. Тут и банан ярче. Ну мне, правда, горчинка здесь не сильно заходит. Она очень сильно еще углекислотой своей щипет язык. Это лучше. Если тому я поставил 7 баллов, то это я ставлю 8 баллов. Так, надо это сюда еще подвинуть. Я пока буду туда варианты отпитые ставить. Ставлю 8 баллов. Это очень хорошая пшеничка. Лучше, чем ТАП-1. Нажористо, плотно, вкусно. Ну да, кстати, разница вот по цвету можете заметить. Это ТАП-1, это ТАП-7. На несколько пунктов разные цвета. Мне нравится. Блин, обзор вкусных пшеничек прикольный. Блин, хочу еще раз. Да, это хорошо, это ярко. Ну, чуть вот горчинки мне многовато. Она из-за этого... Хочется как-то... От пшенички немножко мне больше банановости, пышности, текстуры вот этой во рту. Это чуть из-за хмелевой горечи. Она такая более сдержанная, как-то более грубая. Но это не делает ее плохой. Я 8 ставлю. Мой идеал, может, не так выглядит. Но почему бы и нет? Блин, я даже не знаю, с чем сейчас сравнить. Давайте, наверное, популярный вариант возьмем. Паулайнер. Но я думаю, у паулайнера уже лучше все должно быть. С осадком, тем более как-то в банке осадок лучше растрясается. Главное, чтобы сейчас он не вылился у меня весь. О, найс. Даже не гашанул ни капли. Крафтовую пивоварню, учитесь. Мы, кстати, на Лехе НДР были в одном месте. И у нас была банка какого-то супа от Хопхеда. Я ее, короче, как открыл, она треть банки гашанула, вылилась. Было очень обидно, конечно. Блин, вот, кстати, банки как бы и плюс, и минус. Я сейчас, например, не увижу, насколько там я все внизу растрес. Но под цвет, блядь, чуваки, я паулайнер открыл бананом, запахло прям ярко. Вот те так ярко не пахли. Цвет, кстати, что-то между Шнайдером ТАП-1 и ТАП-7. Блин, пены много, но пахнет. Я не скажу, что оно пахнет сильно хуже Шнайдера. Даже через пену. А, кстати, давайте даты посмотрим. Мне вот интересно, насколько свежие они у нас. Тем более после обзора на Пилснеры, где Урквилл, который был третий с конца, он оказался как бы старым, но, чуваки, тем более это импортное пиво как бы. Плюс это лагерь, это, ну, мне кажется, уж лагерь может весь свой срок годности жить и быть нормальным. Не знаю. Ну, оно годно до ноября 23-го года сделано. Тут очень странная дата. 26.83.26.10.22. Ну, наверное, 26.10.22. Кстати, что у нас пишут на нашей контр-этикетке? Так, при температуре хранить, после вскрытия. Ну, короче, пиво не старое, если оно в октябре сделано. Это ТАП-1 был. Ну, сколько ему? Ноябрь, декабрь, январь. Меньше четырех месяцев, короче. Так, и ТАП-7. Вот у него... А он постарее, кстати. У него август 22-го года. Ну, я уверен, что у нас это пиво не так часто берут. Потому что логично. Оно дорого стоит все-таки. Блин, это 250 плюс рублей. Это надо быть любителем пшенички, чтобы пиво за эти деньги себе взять. Кстати, пена у тех уже упала тоже. Но пена поначалу у всех. У немецкой пшенички, особенно от именитых брендов, она всегда красивая. Но, наверное... Блин, паулайнер все-таки... Не, паулайнер, смотрите, он более плотный прям, чем... Не знаю, вы видите на камеру или нет. Он более плотный, чем ТАП-1. Такой более оранжевый цвет. Запах отличный. Я, кстати, не знаю, народ, еще у меня сейчас на мне новая петличка. В обзоре напился, наверное, звук был говно. Надеюсь, здесь говном не будет. У меня теперь она беспроводная. Две беспроводных. И если где-то с кем-то обзоры, даже если не с Лехой, будет проще записывать. И, может, как вот на Крафт-Ивенте были где-то, будет намного удобнее записывать. Но... Хлебный, немножко банан есть, но его мало. Но запах приятный и насыщенный. Мне запах нравится. Паулайнер для меня никогда не был ярко-бананным и пивасом. Я поэтому Францисканер любил... Я про него говорю, у меня аж слюни во рту за то, что он был ярко-приятно-бананным. Запах хороший. Не хватает текстурности. Приятная сладость с вяленым бананом на вкусе. Ему не хватает плотности в текстуре. Вот у ТАП-7 этой текстурности много. А вот честно... Блин, ну я вот без... У меня есть запить водичка. Блин, ну у него приятно. У Паулайнера нет никакой горчинки. Оно сладковатое. Немножко фруктов, банан, хлеб. ТАП-7 горчило. Это, конечно, немножко минус. Мне вот такой вкус больше нравится. Но с ТАП-1 сравню. Но он тоже, кстати, жиденький. Ну блин. Нет, я, короче, честно... Честно, а то врал до этого момента. Я Паулайнер ставлю выше, чем ТАП-1. У него интереснее послевкусие. В принципе, вкус у них как-то на глотке они одинаковые. Но Паулайнер, он раскрывается как-то больше, вот фруктово-цветочно. И, блин, вот это круто. Паулайнер молодцы все-таки. Я как-то, в принципе, как Шнайдер для меня был не самый топовый пшеничек. Хотя седьмой отличный. Поэтому, наверное, Шнайдер ТАП-1 это... А вы там вообще видите в кадре это или нет? Я не знаю. У меня просто что-то все очень далеко. Я обычно так не растягиваю у себя бутылки на столе. Я просто хочу, чтобы все стояло здесь. Важно, чтобы все стояло. Эхем, да. Короче. ТАП-1 хорошо, но на фоне Паулайнера он дороже. И я не вижу смысла его особо тогда брать. Ну как, если вам нравится, берите. Я вас не отговариваю. Но вот мне Паулайнер как-то повкуснее выглядит. На полбала буквально. Но если Шнайдер ТАП-1 это 7, Паулайнер будет 7,5 на его фоне. ТАП-7, 8. Он хорош прям. Даже еще хочу глотнуть его. Кстати, когда пшенички постоят, они вот с сахаром пахнут, ватой. Немножко не так, как разливуха. Вот, тут текстура во рту есть. Какая-то кислинка появилась, кстати. Ну-ка. Да, что-то у ТАП-7 кислинка неприятная появилась. Но я еще подумаю, посмотрю пока. Что-то она меня сейчас прям смутила. Подождите. Буду еще в течение обзора перепробовать. Я мог это видео сделать, знаете, минут на 20. Но я его растяну на 3 часа шучу. Минут на 40, я думаю, больше не будет. Но. Странно. Что-то не то. А ну кислит. Не кислило до этого. Дайте я даже... Сейчас скажите, там я рецепторы забил, еще что-то. Вот. Вода Жигули Барна из грязной кружки. Да? Обновим рецепторы. Мне кислит на голодке. Нет предвзятости, но я с восьмерки это убираю до семерки. Это вкусно, но что-то кислинка меня бесит. А по олане расставляю 7,5, наверное. Не знаю, Шнайдер, что-то фигня какая-то. Кто-то скажет, да, ты еще старая. Ну, в августе сделано. 30-го, нет, 23-й, 08-й, наверное. Эй, народ, я вот вам покажу, вы там цифры, наверное, разглядите. Надеюсь, сфокусилось. Где они? Вот здесь вот. Что это, блядь, означает? Почему так много цифр? 16, 21, 23, 08, 22. Ладно, может, типа партия или еще что-то. Но что-то кислит. Тап один же не кислит. У меня с рецепторами что-то. Почему он тоже начал кислить? Извиняюсь. Я, надеюсь, я сейчас что-то раздуплюсь. Подождите, мне самому странно теперь. Они все начали кислит для меня. Какие-то хлебные палки было. Говорят, ладно, начну еще раз с паулайнера. Хотя нет, давайте пока оставлю так. Куснем. Я пока вот это... Забудьте то, что я про кислотность говорил. Мне кажется, это я немножко шизанулся. Вернемся к другому варику. Давайте... Давайте хоу-брой. Я хоу-брой ни разу не пил. Попробую его. И на его фоне уже попробую остальные. Так, ну тут дно прям чистое у него. Дата сразу посмотрим. О, он, кстати, достаточно свежий. 23 ноября 22 года. Брал... В магните. Экстра, правда. Все, теперь заставка моего канала. Ладно. Хоу-брой самое светлое пиво из всех. Ну прям... Я бы даже сказал, хоу-брой слишком светлый. Мюнхен Вайс. Райн Хайсгебот. А, ну он у нас был один из самых легких, по-моему, да? 5,1 алкоголя. Ну все равно. Пена приятная. А запах... А вот запах самый скучный, чуваки. Даже не знаю, ну... Вот мне кажется, расхерено, скобы, лучше пипах. Возможно, его надо было сюда взять, потому что, ну, тут как-то... Ну, короче, он пахнет, условно, как паулайнер, в два раза водой разведенный. Чуть-чуть, типа, бананчиком, чуть-чуть, каким-то хлебушком, и все. И, кстати, пеностойкость самая худшая. Пена уже быстрее всего падает. Хотя она такая мелкая, ровная, мелкодисперсная. Дайте вкус, что-то я хозе. Вот он, кстати, не кислит вообще. Нет, ну, кстати, на вкус хороший. Но, блин, он мне, знаете, что напоминает на вкус? Юсберг без кислинки, но без текстурности. А, короче, забейте, я понял, почему мне казалось, что пиво кислит. Оно все очень газированное. Мне вот это пощипывание создает вкус кислинки. У него горчинка еще есть, ну-ка. Короче, хоффброй норм, но это слабо прям. Это слабо, это... Я 6 баллов ставлю, но это хуже всего пока что, типа. Вот за это отдать... Ну ладно. Оно, кстати, меньше 200 рублей стоит, в отличие от многих здесь. Как-то скучно, плюс горечь хмелевая какая-то есть. Несильная, но она оседает на языке. Давайте я еще раз тебе перепробую. Я почему-то первый раз этой кислинки не заметил. Не, ну вот тут она как бы даже цветурсовая слегка. Да не, это вкуснее, чем хоффброй. Дальше. Тап 7. Там был топ 5 до этого. Хорошо. Блин, ну реально оно все очень газированное, это пиво. И аж газация язык щиплет. Или щиплет. Как правильно говорить, напишите в комментах. Блин, ну паулайнер хорош. Я что-то даже хз что поставить пока на первое место паулайнер или... Короче, у меня сейчас будут реально вот... Я ставлю паулайнер вперед, Но у меня они со Шнайдером топ 5, Ой, топ 7, Пока на первом месте. Они разные просто. Их тяжело в лоб сравнить. Они даже внешне отличаются как сильно. Но... Блин, короче... Вот такие пшенички тяжело обозревать. Как-то в КБ проще было. Надо какую-то было закуску типа хлебных палок брать. Потому что прям... Рецепторы забиваются как будто сильно. Давайте вот Айнгер. Я знаю, например... В свое время еще, когда был студентом, И о таком пиве мог только мечтать. Помню, Никита Берварио очень сильно Айнгер хвалил. Когда я его попробовал, такой, ну прикольно. Мне тогда Вайн Штефан больше понравился. Я его, наконец, поэтому оставил Вайн Штефан. Но посмотрим Айнгер. У Айнгера, кстати, крышечка самая красивая. Она прям с рисунком полноценным. Урвайс. Но это полутемная пшеничка. И она... Не, не одна из плотных. 13,3. Я, сорян, цифры эти не запоминаю. Ну да. Это 12,85. Наверное, одна из самых плотных. Так, вилку подальше уберем. Ну она как ТАП-7 выглядит. О, ну пена шикарная. Она еще кремовая. Ну по цвету... По цвету не, он... Он вот этот в коричневый сильно уходит. Вайн Штефан ТАП-7. Мне вот это не сильно нравится. А вот вроде как Урвайс Айнгер. Но он как-то... Ну, на просвет, я имею в виду, не так. Кто-то мне когда писал, что надо на белую бумагу оценить. Во-первых, как на белую бумагу оценивать, когда у меня пенная шапка? Там как бы вот так надо оценить. Я пену вижу. А во-вторых, ну сорян, я на видео оцениваю. Мне так и лучше. Я хлопья вижу, если они там есть. Крыш, он тут вот оранжевый на цвет. То более коричневая. Пена, блин, ну это шикарная. Пальс сюда не хочу ссувать. Потому что я не хочу как бы издеваться над этим пивасом таким образом. Давайте аромат. А это лучшая, кстати, ароматика на данный момент. Даже вот через пену и когда так много. Тут и больше всего банана. Оно прям бананом хорошо пахнет, мне нравится. Я еще потом понюхаю. Но это пока что визуально плюс аромат. Это лучший вариант. Давайте вкус, надеюсь, не разочарует. И она текстурная. Блядь, топ-1. Можно даже второй глоток не делать. Лучшая текстурная составляющая. Самая банановая. Да, мне нравится банан. Извините, но он выделяется. Такая фруктовость легкая. Кстати, тут вот нет избыточной газации, как в тех вариках. Он газированный, но... Бля, я ставлю, наверное, 9. А Энгеру? Мне, наверное, и бутылки надо вперед поставить. Но я когда все уже попью... Нет, вот давайте даже... Давайте Шнайдер. Потому что кто-то мне скажет, блин, что-то с паулайнером сравнишь. Паулайнер как... Ну, для многих паулайнер стал слишком масс-маркетовым. Потому что он продавался за 100 рублей, как бы, извините, но... Я вот, кстати, не помню цену на Энгер. Мне кажется, Энгер за 200 стоил, когда паулайнер стоит 100. Вот они вместе. Энгер это Шнайдер ТАП 7. Видно, Шнайдер более в коричневый запах. Карамелька еще в запахе появилась. Нет, Энгер выигрывает сильно. Тут даже приятный запах свежего теста какой-то. Я, кстати, чувствую, как у меня газы скопились уже в животе. Вкусно, но... Но немножко грустно. У него тяжелые какие-то карамельные хмельвые тона есть. А вот это... Приятное, воздушное такое ощущение во рту, текстурно обволакивающее вкус. 9 ставлю, Энгер. Блин, Энгер удивил. Я, возможно, ну вот, когда, помните, говорил, что мне Энгер казался один на одном уровне с Шнайдером. Вот, не знаю. Я пау-лайнер возьму, как бы, блин. Бананчиком пахнет хорошо. Не, я, наверное, реально... Что-то пау-лайнер-то повыше поставлю, чем Шнайдер. Мне он больше нравится. Кто-то скажет, наверное, у меня предвзятость из-за того, что мне больше нравится банан. Это нормально, чуваки, вкусы разные. Типа, все равно у пива есть разброс. Вроде как, видите, все в одном стиле. Все классические баварские пшенички. Но они все разные, они даже визуально разные. И логично, что у них разные оттенки вкуса. Это нормально. И если кому-то будет нравиться хофбро, я скажу, окей, хуесос. Пожери, пей свое говно. Ну ладно, я шучу. Неплохая пшеничка, но на фоне конкурентов денег своих не стоит. Блин, ну реально очень газированное все пиво. Последний на сегодня вариант. Потом мы еще их все по второму кругу, наверное, каратенечко пройдемся. Вайн Штефан. Кстати, а что у нас там, по-моему, на Шнайдере написано самая старая пивоварня вроде, да? А нет, 1872 год. А, вот, не-не, на Вайн Штефани. The World Oldest Brewery. Самая старинная пивоварня. 1040 год написано. Мне, в принципе, без разницы, как бы, на вашу историю. Была она и была, молодцы. Мне главное, чтобы вы сейчас сделали хорошо. Давайте пробовать. Так, что у них на крышечке? Просто Вайн Штефан написано. Блин, ну вот это скучная крышечка. У Айнгера красивая крышечка, а у Шнайдер Вайса респект, что у них крышечки, типа, топ-1. Там можно коллекцию собрать. Кал-лекцию. Типа, видите, каловую лекцию можно собрать из-за этого. Да, клоун здесь. Ну, извините. Могу вам рассказать, как носки жжут. Блин, там осадок это или что? Я ее трес. Ну, по-моему, я ее не растрес. Нифига. Я просто, знаете, уже изначально выгораживаю Вайн Штефан. Блин, я вот не вижу. Он это не он. Подождите, мне нужна помощь телефона. Сейчас включим фонарик. Просто, блин, что-то так фигу видно. Это осадок, не осадок. Вроде, вроде растрес, а вроде и нет. Сейчас давайте еще чуть потрясу. Мне кажется, я ее нифига не растрес тоже. Потом буду говорить, что пиво выдохшееся. Но на свет не видно, что что-то отходит от него. Но она светлая. Достаточно. Ну-ка. Блин, я реально, я долго трес. Я их, причем, вот так вот все ворочил, крутил, чтобы проблем не было. Давайте посмотрим, какое оно в данный момент. Один из самых светлых вариантов. Ну-ка. Ну ладно, нет, хоффброй светлее. А если какой-нибудь паулайнер взять? Ну, паулайнер даже видно темнее, да. Но не критично темнее, кстати. Пена. Не очень большая шапка. Запах. Ну вот, запах хороший очень. Насыщенный, вот такой хлебный, как вот тоже свежее тесто. Банан легкий. Но еще, видите, нюхаю тут плохо. С ароматикой, потому что под краешек налито. Не люблю так делать. Ну, блин, у меня просто нет шести полулитровых бокалов, а то и больше, чтобы я мог нормально вот всю бутылку вылить туда. Блин, ну ароматика, она чуть менее насыщенная, чем в Айнгере. Но, ну это лучше, да. Ароматика, наверное, это вот второе место после Айнгера сейчас. Текстурность есть, но чуть не хватает. Вкус. Солковатый приятно. Горчинка вот есть немножко, меня смущает она здесь. Ненужная в плане. Горчинка как бы нормальная в пиве, горечная. Ну, пшеничка это не тот стиль пива Вайсберы, Вайцена, Хофи Вайцена, где акцент на хмелевую горечь идет. Обычно, если это не Хопфен Вайцен вот этот, как топ-5. На самом деле, да. Чувствую себя немножко пиздоболом теперь про то, что я, знаете, вот говорил про то, что для меня вот Вайн Штефан топ. И все такое, но нет. Для меня он сейчас не топ. Вот теперь я могу точно сказать, наверное, я еще подолью, но вряд ли там что-то все исправят. Все-таки Айнгер сегодня лучший вариант. Безоговорочно, кстати, вообще. Даже близко к нему никто для меня не подобрался. По лайнеру респект могу выразить заранее, то, что высоко поднялись. Бля, ща. Блин, народ, я сейчас хз. Наверное, я секунд 15 рыгал, потому что в этом пиве очень много газации. Ну, во всем. Нет, Шнайдер хорош. Ой, Вайн Штефан. Он однозначно лучше Хофф Броя. Лучше ТАП первого, потому что он более текстурный. Он более текстурный, он более приятный. Горчинка не такая уж жесткая. Давайте-ка сравним с Шнайдером седьмым. Блин, я его, кстати, больше всего выпил. Лучше, окей, вот последние остатки в бутылке доливаю. Я все-таки так и долью. Все, нормально. Чистое, кстати, дно. Да, дно идеально кристальное. Я все вылил. Знаете, в пшеничке, ух, я что-то не сидел. Ух ты, нихуя себе, тут что, осадок? Плохая пшеничка, наверное. Она, кстати, растворилась. Тут не такие хлопьевидные жесткие плотные дрожжи. Блин, она что-то кислит, ТОП-7. Вот это не кислит. Ну, что-то мне сейчас вообще не заходит. Дайте я ТОП-1 перепробую, даже подолью. Поболтаем. Ой, кстати, смотрите, да, я ТОП-1 долил. А, нет, он такой же светленький. Блин, ну не. Не-не, у Вайн Штефан лучший запах, чем ТОП-1. Но ТОП-1 хорош, неплохой. Тоже кислинки многовато. Я не понимаю, они мне реально все-таки начали кислить как-то странно. То есть, бью. Блин, не. Вайн Штефан точно обгоняет Шнайдера оба. Обгоняет Хофброй. Айнгер... Блин, дайте я вот Айнгера глотну. Блин, как же он хорош. Блин, вот жалко Урввайс, был бы классический вайсбир еще. Во вкусу не было. Это первое место, 9 баллов. Охуенная пшеничка, блять. Даже, блин, ну вот 200, блин, по 300 рублей стоит. Очень дорого. Ну, очень хорошо, чуваки. Я, наверное, сейчас вот понимаю Никиту Берварио, почему ему так нравится Айнгер. Так, что у нас? Паулайнер, давайте паулайнер подолью тоже. Капец, столько пыла пью, 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 пью. Не закусываю ничем. Аж в туалет давит немножко. Паулайнер. Ну-ка, по плотности. По плотности, кстати, вот... Это даже в Ванн Штефан-то поплотнее будет. Это просто чуть более темноватый на цвет. Не, паулайнер неплохой, но... Не. И вот Ванн Штефан что-то думал в жопу задвинуть, но нет, он второе место занимает сегодня. В итоге, сегодняшний топ пшеничного пива выглядит примерно так. Пойдем... Так, закрою бутылочки. Потому что мне еще их сидеть, какое-то количество пить. Я, наверное, сейчас видос доснимаю и пойду сразу монтажить. Последнее место на сегодня, наверное, оценка 6. Вроде вы видите. Я вот сюда уже буду ставить. Это Хофброй. Стоит рублей 190, может 220. Да, скорее даже 220. В магните. Ну, неплохо, но, чуваки. Я, блин, 4 бутылки бы купил скорее раз Херрона, чем одну эту. Потому что уж очень большая разница в цене и не такая во вкусе яркая. Точнее, большая разница. Второе место с конца. Неплохо, вкусно. Оценка, наверное, 6.5 будет. Это Шнайдер Вайс или Шнайдер Вайс, опять пишите в комментах. Тап 1. Неплохо, ну, что-то, блин, не знаю, Шнайдеры кислят немножко. И, ну, не такой яркий просто. Хочется от пшенички для меня нажористеть. Для меня пшеничка это не то пиво, которое я пью в количестве. Кстати, камера все-таки не села. И это хорошо. Дальше. Четвертое, ну, уже давайте. Это у нас шестое место. Пятое. Четвертое место. Шнайдер Тап 7. Ну, у нас многие фанаты Шнайдера. Ну, что-то вот хз. Оригинал Вайсбер. Прикольный. Ну, он какой-то в лоб немножко. Он не пытается завлечь тебя своей сложностью. Как-то яркостью фруктов, банановостью, хлебностью. Он какой-то немножко хмеленный сильно. Карамель. И вот как-то, ну, такое. Че-то скучновато. Хорошо. Это у нас 6, 6,5. 7, наверное, баллов значит. Дальше. Блин, я вот... Круто. Респект. Паулайнер. Молодцы. У нас вот... Говорят, сговнился, сговнился. Ну, хорош. Особенно за свои бабки-то. Молодцы. Написано, немецкая номер один пшеничка. Ну, не номер один. В рунишке, в рунишке. Пиздобола, как говорю я обычно. Потом видосы, говорю, монетизация снимает. Пацаны, монетизация снимает. У, блин. Короче, Паулайнер. Молодцы. Хорошая пшеничка. Блин, я бы согласен, если бы она за 150 продавалась бы опять везде. Типа, в КБ, у меня вот в Диксон ее по 200 завозили. Вот 150 продавался бы и хорошо. Ну, вот опять массово, как и раньше, чтобы везде стоял. А сейчас просто, ну, видимо, такие крупные партии, как раньше, когда можно было легко завести, не завозят. И... Терпим, карлики. Второе место. Для меня раньше, как казалось, мой топ Вань Штефан. Но все равно вкусно, молодцы. Ничего ярко-выдающегося нет, очень хорошо. Ну, как ярко-выдающегося. На фоне первого места, но на фоне остальных все-таки выделяются приятный. И аромат, и текстура есть. Все вот в балансе и хорошо. Поэтому, как бы тут, когда все в балансе, хорошо и вкусно, это, ну, понятно, это, наверное, 8 я ставлю сегодня. Это у нас 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Ну, как-то так. Просто, ну, не могу ховброю ниже, там, в 6 поставить, все-таки хорошее пиво. И первое место, реально, респект меня удивил. Я, может, тогда... Ну, на сравнении... Видите, тут как бы на сравнении. Пускай это не в закрытую всю, но, блин, чуваки, Айнгер сильно хорошо выделяется. Айнгер... Пришлите ящик Хелеса своего. Пилстер мне... Ой, пшеничка не особо нужна, но я бы и Хелес попил от вас. Я просто, ну, не фанат пшенички, но очень вкусно, молодцы. И красиво выглядит. Мне дизайн... Ну, кстати, мне реально у Айнгера больше всех дизайн нравится здесь. Потому что ляпистая хуйня, задолбало. Какие-то рисунки одинаково путаешься. Хотя, как бы, вроде и в линейке, но... Ляпистая херня города. Вот это нормально. Тут как бы город маленький, разноцветный, бутылка красивая. Мне нравится. Айнгер девяточку ставлю. Просто очень вкусно. Это сегодня прям лидер. Это же... Еще раз, 6, 6,5, 7, 7,5, 8. А, и 9. Оно на балл выше, да. Айнгер прям молодцы. Я такие оценки очень редко ставлю в обзорах. Настолько высокие. Как бы, последний раз я такую оценку Бруклину ставил. Бруклину. Помните Бруклину? Ну, это, блин, топ. Это очень... Вкусно. Вот как-то так. Как говорится, если не согласны поругаться, захотите в комментах. Или согласиться со мной. Но! Я ваши варианты предлагаю, если говорить, что я неправильно это расставил. Ну, в плане там, урвайся и так далее. Ладно, я принимаю это. Но, если ваше мнение есть, то... А вы пробовали когда-то вот так 6 этих видов одновременно? Я пробовал. А вот в разные дни не считается. Я тоже в разные дни пробовал. У меня оказалось первое место. И вот второе, третье. Одновременно, типа. А вот одновременно оказалось все как-то так. Ладно, пацаны, поставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Заходите в телегу, кстати. У нас там опросы проходят. Потому что делать на обзорах. Да и в целом общение есть у нас там. Чат. Всякие мои мысли из головы. Есть группа ВК, если вы просто хотите видеть оповещение о новых видео. Что еще? Можете, если вам не жалко, проспонсировать канал на Донейшин Алёртс. Потому что на камеру надо кредит гасить. На кредитке. Плюс на петличке. Надеюсь, звук будет не говно. Ладно, спасибо большое всем. Всем там сердечки. С вас лайки, подписки, комменты. Даже здесь дизлайк поставите. Ничего страшного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok